Библейский портал экзегет.ру представляет Описывает жизнь народа уже в восстанавливаемом Иерусалиме, при том, что значительная часть пленников вернулись из Вавилона. Но мы говорили о том, что она наиболее глубокая по своему богословию, по своей такой вот пророческой направленности, чем остальные две части, те более актуальные. А это вот смотрит куда-то в далекое будущее, особенно 60-е главы, начиная вот с нашей нынешней 60-й, где описывается пришествие Бога к своему народу. Нет, оно встречается все время, и в книге Исаии, и у других пророков тоже часто оно встречается. Но вот здесь оно описано наиболее полно, широко и ясно. И мы даже не очень понимаем, о чем конкретно говорится. Ну, давайте посмотрим на текст. «Восстань, воссияй! Явился твой свет, слава Господня осияла тебя. Скрыла всю землю весьма, лег на народы мрак, а над тобой сияет Господь, его слава взошла над тобой». Вот, собственно, обращение к Израилю, к иудеям. Их основная историческая миссия в чем? «Скрыл все народы мрак, но только над тобой сияет Господь». Вот народ, который хранит веру в единого Бога. И для чего же все это? «Вы самые крутые, все остальные вам будут рабами». «Пойдут народы на твой свет, царик, ясный твоей заря». «Возведи глаза, оглянись, все вокруг тебя собрались, идут к тебе издалека твои сыновья, а твоих дочерей несут на руках. Как обрадует тебя этот вид, сердце выпрыгнет из груди». То есть Израиль, еще раз и еще люблю эту фразу, точка сборки человечества. Вот твои сыновья и твои дочери к тебе придут, возможно, имеется в виду рассеянные по другим странам иудеи, которые возвращаются на конец земли Израиля, в Иерусалим, к святилищу, к храму. Но все народы одновременно приходят, они их несут и остаются с ними. То есть приносят двоих дочерей на руках, ну, девушек как более слабых, соответственно, их с особой заботой несут на руках. Сыновья сами придут. И одновременно они собираются. И вот это рассеяние, вот это состояние, когда народ не живет в значительной части на своей территории, а живет среди других народов, одновременно способ нести весть о едином Боге. Ну, при этом, конечно, и материальное положение поправится. «Твоими будут заморские богатства, тебе достанутся сокровища народов. Много будет у тебя караванов, верблюдов из медианы и эйфы. Из шевы все к тебе придут, золото и ароматы привезут, и Господу хвалу воздадут». Называются страны медианы и фашевы, но это разные известные израильтянам страны Ближнего Востока. Они, конечно, привезут караваны, это торговля, и богатство дадут тебе, но самое главное, что Господу хвалу воздадут, что вот это благосостояние, оно имеет и духовное измерение, оно для того, чтобы человечество собралось. «Соберутся к тебе все кедарские атары, послужат тебе невайотские бараны». Кедар, невайот — это племена пастушеские, которые жили тоже неподалеку. Значит, они будут доставлять скот, да. Бедуинам золото и серебра неоткуда взять, а вот скот у них водится, и они будут доставлять животных для жертвоприношений. «На алтаре моем угодной жертвой станут. Возвеличу свой дом великолепный». «Кто это летит, как облака, как голуби к своим гнездам? На меня уповают острова, и корабли Торшиша спешат детей твоих привезти издалека, а с ними золото их и серебро во имя Господа, Бога твоего, святыни Израиля, что прославил тебя». Корабли Торшиша — какая-то область за морем средиземным, возможно, даже где-то в районе Испании, за гергулесовыми столбами, но толком никто не знает. Важно, что это самые далекие, самые мощные такие транс-медитеранские корабли, вот лайнеры того времени, и они привозят твоих детей, а с ними их богатство, чтобы показать, что Господь Бог прославил тебя. «Стены твои отстроят чужестранцы, и цари служить тебе будут». Вот, опять-таки, здесь это все еще воедино, здесь триумф Израиля и вот это прославление Бога, они вместе, и политическое, экономическое величие связано с тем, что, слава Богу, будет явлено в Израиле. «Разил я тебя во гневе, а помилую по доброй воле. Всегда будут открыты твои ворота, не закроются ни днем, ни ночью». Ну, то есть, будет безопасно, некому будет вторгаться в эти ворота с дурной мыслью. «Понесут сюда из других стран богатство, царей сюда поведут. А тот народ и то царство, что служить тебе не станет, сгинет такой народ, исчезнет». Вот в Ветхом Завете все-таки и много угроз, да? «Придет к тебе слава Ливана, Платан, Сосна, Кипарис, все вместе, чтобы мое святилище украсить. Я прославлю подножие свое». Ливан, ну, там же, где и сегодня страна Ливан, в общем-то, гористая страна, и там растут очень ценные деревья. Как раз кедры ливанские, но здесь упомянуты другие, Платан, Сосна и Кипарис, они тоже используются при строительстве. «Приду и поклонятся тебе дети тех, кто тебя угнетал. В ноги тебе падут все, кто тебя презирал, и назовут себя городом Господним, Сионом Израильской святыни. Ты был унижен и заброшен, путники в тебя не забредали, но величие твое продлится вечно, веселье твое из рода в род». Вот грядущая слава Иерусалима, и все будет не просто хорошо, но очень хорошо. «Народы тебя молоком напитают, и цари твоими кормилицами будут, и узнаешь тогда, что я Господь, твой Спаситель и Избавитель, мощь Иакова. Бронзу замени у тебя золотом, а железо серебром, дерево бронзой, а камень железом». Ну, то есть, менее ценное будет заменено более ценным, значит, золото будет как бронзы, а серебра будет как сейчас железо. «Будет тебе царить мир, праведность будет господствовать». Ну, вот наиболее важная вещь, что как раз все это состояние порока и насилия, о котором так подробно говорила предыдущая 59 глава, сменится праведностью и миром, а не то, чтобы бронза сменится золотом. «В твоей стране не услышат о насилии, в пределах твоих о разгроме и разрухе, лишь стенам твоим имя спасение, а вратам твоим имя слава». То есть, спасение и слава Господне будут как стены и ворота городские, будут защитой и одновременно показателем величия, да, как Кремль. Вот Кремль и красиво очень, и одновременно военная крепость, вот они будут, эти самые спасения и слава, как такая крепость. «Уже не солнце будет сиять тебе днем, не луна тебя осветит, но Господь станет вечным твоим светом, Бог твоим сиянием. Впредь не зайдет твое солнце, не скроется твоя луна, но Господь станет вечным твоим светом, окончатся дни твоей скорби». Ну, тоже у Исаии это встречалось раньше, что Господь будет одновременно небесными телами, солнцем и луной. Конечно, здесь может быть намек на языческие культы, в которых почитались солнце и луна иногда как божества, но одновременно это означает, ну вот что нам привычнее солнца и луны, в то же время без них жить невозможно, да, солнечный свет дает жизнь планете Земля, но вместе с тем мы к этому солнечному свету относимся как к чему-то совершенно естественному, вот точно так же можно жить с Богом. «Праведен будет весь твой народ, вечный удел страну свою получит росток, который я насадил, дел рук моих и моя слава». Слово «росток», оно уже встречалось в книге, оно часто обозначает законного наследника царской династии, того, кто действительно должен править Израилем, и вот он тут получит страну в удел. Значит, будет какой-то царь, который будет действительно править Израилем по праву своего рождения, одновременно он будет избран Богом, Господь его насадил, дел рук моих и моя слава. «Ничтожный род станет тысячным войском, малое племя великим народом, я, Господь, в срок свершу все это». И вот, соответственно, в этой главе так сопоставлены прославления Бога в израильском народе и материальное, экономическое, политическое, всякое величие Израиля, тогда еще эти вещи были вместе, хотя действительно мы понимаем, что величие народа и государства точно не было основной целью пророка. Но когда народ обращается к своему Богу, это величие и приходит. А когда народ думает только о величии, а про Бога забывает, он лишается и величия тоже. Субтитры создавал DimaTorzok